Ну а пока до конца войны еще далеко. На фронте не прекращается огонь. Хотя в штабе АТО отчитались, за последние сутки противник стрелял меньше, но среди украинских бойцов есть один раненый. Не погиб никто. А еще сегодня в мониторинговой миссии ОБСЕ отчитались о том, что с начала года на Донбассе зафиксировали больше 300 тысяч обстрелов. Из них 26 тысяч с применением тяжелого вооружения. Тема войны на востоке нашей страны и поиски выхода из нее должна была стать одной из главных на этой неделе в парламентской ассамблее Совета Европы. Как это обычно и бывало. Но, к сожалению, говорили в основном не об этом. И президенту, и украинским дипломатам, и депутатам Верховной Рады в первую очередь пришлось разбираться со скандалом вокруг недавно принятого закона об образовании. Уже очень давно наши политики не оправдывались вот так. Тему продолжит моя коллега Ирина Иванова. Сюрприза для Украины начался первый же день сессии. Утром еще до слушаний бюро ПСЕ решило изменить повестку и вынести украинский образовательный закон на неотложные дебаты. Профильный комитет на следующий же день подготовил проект резолюции. Проект резолюции еще будет меняться, в нем будут носиться поправки. Но пока то, что мы имеем в этом документе, это требование отменить дискриминационные нормы, не дискриминировать национальные меньшины некоренных народов в отношении к коренным народам. Просьба увеличить период адаптации к новому законодательству. Говорят, что транзитный период в три года недостаточен. Нужно дать возможность больше для того, чтобы адаптироваться к этим реформам. Вторник – очередная неприятность. Скандальное выступление чешского президента Милоша Зэмана. Он советует снять с России санкции и продать Украине Крым. Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Так хотите ли вы рисковать? Крым аннексирован, вне всякого сомнения, и этот вопрос уже решен. Если будет диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это мое личное мнение, необходимо провести компенсацию или в финансовой форме, или нефтью и газом. На следующий же день, в том же сессионном зале, Зэмана парирует Порошенко. Я решительно отвергаю заявление тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле. Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не будет. В своем выступлении президент много говорил о российской агрессии и достижениях Украины, о судебной реформе и борьбе с коррупцией. А еще о нем, таком дискуссионном образовательном законе. Я родился в Болграде, на юге Одесской области, в центре болгарского национального меньшинства в Украине. И я разбираю по-болгарски. И я абсолютно спокойно и комфортно говорю по-русски. И это дало мне много возможностей. И это то, что я хочу видеть. Чтобы в регионах с нацменьшинствами люди говорили на двух, трех языках, как и в любой другой стране. После визита президента языковые страсти лишь накалились. Утро четверга, обещанные дебаты. Самый спорный вопрос – седьмая статья. К сожалению, использование седьмой статьи нового закона в политических целях бросает тень на проевропейский ориентированный закон. Господа, я подготовил выступление, но после услышанного от моих коллег решил просто порвать свою речь. Я встревожен судьбой румынской и молдавской общины в Украине. Украинской стороне стоило сначала обсудить этот вопрос с нами и с венецианской комиссией. Большинством голосов резолюцию принимают. После признают права Киева поддерживать украинский язык, но указывают на важность защиты прав нацменьшинств, обучаться на их родном языке и настаивать на соблюдении принципа недискриминации. Еще одно замечание – трехлетное введение норм закона может быть недостаточно. Те, что влаштовала сегодня угорская и румынская делегации в парламентской ассамблеи Рады Европы, это и только внутренние политические игры этих делегаций направлены на консолидацию собственного электората напередине выборов. В любом случае диалог со всеми сторонами продолжается. Выводы венецианской комиссии президент обещал принять целиком. Осенняя сессия выдалась для Украины не из легких. Еще сложнее будет на следующем заседании, когда поднимут вопрос о продлении санкций против России. Уже сейчас в стенах посте звучат призывы вернуть полномочия российским делегатам в обмен на возобновление членских взносов со стороны России. Что победит в Совете Европы – демократические ценности или материальные? Узнаем в конце января следующего года. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности о неделе – телеканал Интер.